Дорогие друзья, я вас приветствую из города Курухта Анапа. Мы находимся сегодня с вами на Кипарисовом озере с такими шикарными видами. Лед, кипарисы, озеро замерзшее. Фантастика. Давайте вместе с вами прогуляемся сюда. Надеюсь, что вам это место понравится. Это у вас в городе Курухте Анапа в Солнечной Анапе. Это поселок Суко. И мы сегодня с вами пойдем смотреть на Кипарисовое озеро в зимнем исполнении. Я знаю, что сейчас озеро стоит замерзшее. Ну, как и речка Суко, которая впадает в море. Смотрите, предыдущий сюжет. Это было просто волшебно. Как сюда приехать? Личный автотранспорт. Есть парковки слева-справа. Допустим, легкую автомобиль. На вот этой парковке можно поставить за 250 рублей. А если сюда заезжать, здесь где-то в районе 400 рублей стоит. Но можно доехать там почти до озера, чтобы не идти пешком. Также есть здесь разные такие автолайны, которые возят за полтинник к озеру. Приехать в сам поселок другим вариантом можно. Либо на такси, либо приехать на 109 маршрутке, на которой будет написано поселок Суко. Выйдите на остановке поворот на Кипарисовое озеро и прогуляйтесь в саму озеру. Маршрут до озера занимает примерно 15 минут. Здравствуйте. Тоже наши подписчики. Это, кстати, очень хорошие люди, которые тоже занимаются уборкой у нас в Анапе. Делают чище наши пляжи. Это приятно, когда ты их встречаешь. Так как сегодня у нас выходной день, людей, я думаю, будет предостаточно. Вот о том, чтобы прийти уже первых встретили. Хотя машин запаковано немного. Здесь погода лучше, чем на берегу морском, потому что здесь мы среди гор и закрыты, самое главное, от ветров. И здесь вот плюс 3 в тени, на солнце выливаются, ах, я градусник и взял, в градусов 6-7. Поэтому приходите прогуляться. Завтра будет еще один великолепный выходной день обязательно. Вот с детьми тоже люди гуляют. Дашине привет! Даша занята кущей. Мы сегодня поехали прогуляться, потому что с ними тоже движения должны происходить. Здесь сейчас, я смотрю, что ничего особо не работает. А свою же машину я припарковал там бесплатно. Потому что, когда ты гуляешь, ты должен ходить, дышать, наслаждаться воздухом. Вот этим вот, чтобы эти легкие продувались. Мы и так слишком много времени проводим без движения. Особенно в зимнее время, особенно в своей деятельности, которая сейчас ведется за рулем постоянно. Какие-то движения, как хорошо на солнце. Здесь прям настоящий рай. Я думаю, что попозже будет, даже тепляем. То, что здесь у нас была зима, снег. Говорят, вот такие вот снежные участки, которые были в тени, на них солнечко только начало попадать. Они еще не растаяли. Вот тоже девочки пошли. Они вместе, как раз говорят с Ренатом, сегодня и приехали на прогулочку. По рису мультируют, тоже объявляются. Потому что озеро впервые увидели с таким крепким льдом. И Ренат ходил по льду. А Ренат по тебе нельзя делать. Наверное, одно из самых сложных мест нашего маршрута, это подъем сюда вот небольшую гору. Мне девочки пристали. А дальше идет по прямой дорожка. И будет легко и просто. Здесь открываются великолепные виды на наши горы. И фантастические виды на наши можжевельники. Как они прекрасны, ребята. Я вот люблю каждый можжевельник, когда к ним пришло. Хочется прям каждый обнять. Неповторимое чувство. Даша отстает. А что ты ешь? Орешки. Орешки. И орешки все живет, да? Бельчонок. Даша у нас в шапке, чтобы не замерзла, она чуть приболела. Надо выздоравливать. Здесь можно влево идти, в летнее весеннее время. И там вот такие вот разнообразные развлечения. Есть такие, как веревочный город, пейнтбол, деревня африканская. Сейчас музыку не слышу, чтобы играл, наверное, не функционирует. Нам же по прямой к озеру. Хотел бы отметить, что здесь очень чисто. Видите, стоят мусорки. Это большой плюс. Потому что раньше сюда приезжали, когда бесконтрольно люди загрязняли эту территорию. И приходилось, так сказать, убирать за ними. Сейчас же вот за счет того, что парковка платная. Здесь то, как говорится, предприятие, которое занимается обслуживанием территории. Но у вас здесь в порядке. И это, я думаю, для гостей города и посещающих это достопримечательностях большой плюс. Хотя бесплатно было бы лучше. Если бы государство заботилось бы о своих таких природных местах. Мы подошли непосредственно к самому озеру. Здесь вы можете видеть, что есть кафешечка, которую можно арендовать, насколько я знаю. И тут, а дальше уже можно прогуляться вдоль самого озера. Кипарицы же находятся туда дальше за углом. Сюда открывается просто волшебный вид. И вот видите, тут очень много выход на лед запрещен. Хоть он и толстый озер промерзл, но все равно рисковать не стоит. Да, я впервые вижу Кипарисово озеро замерзшим. Никогда раньше такого не наблюдал. Очень красиво. Какие-то кадры, да, нереальности. А, смотри, люди сидят, отдыхают, чаечки пьет. Даша, только не ходи на лед. Да, видишь, он особенно под берегом очень пустой. Поэтому риск того не стоит. Ну, красота, чтобы ее видеть и прийти поглядеть, действительно стоит. Вот, слышал, как он хрустнул, да? Видите, проламывается. Все, пойдемте таки Парисов. Интересные звуки, когда кидают камушки. Тук-тук-тук-тук-тук. Пробегающий по льду. Дашуня там нашла себе развлечение. А мы с вами прогуляемся, посмотрим вообще, как оно здесь, да? Какая-то нереальная красота. Не верится, что мы находимся в теплой Анапе, с Черным морем. И здесь лед на берегу. Хоть сказать, Юра, ты где-нибудь на Байкале. Ну, ладно, Байкал это не с родителями, не Байкал. Давайте так будем об этом говорить. Все равно хочется сказать, что у нас тоже очень красиво и очень интересно. И хочется пригласить вас как можно больше. Количество людей приезжать и наслаждаться нашими видами. Здесь можем обратить свое внимание на то, что вмерз в лед перс. И также катамараны остались в льду на привязи. Их не успели убрать. И теперь они, ну, невольные пленники ледового, так сказать, захвата природы, погоды у озера. Давно, честно, не наблюдал больших водоемов именно со льдом. Для меня это вникует. Многие, наверное, напишите, что хрень снимаешь. А мне нравится. Я прям, честно, в восторге в каком-то, что здесь вот это все происходит. Действительно же интересно. Обратите свои взоры и, так сказать, более красиво разглядите все в 4К формате на своих больших экранах. Смотрите с телевизора. Я думаю, вам вообще зайдет. Туда ходить нельзя. Своих остановил. Ну, седина в голову, без фребро. Не все умеют читать. Я, как бы, рисковать не стал. Тем более портить чужое имущество. Так вот облет. Очень-очень. Посмотрите, какая красотища. Туда датчики париса. Там сейчас пытался мальчик выйти на лед. И вот сразу ребята, которые сидят, бодят за озером, загнали обратно. Туда нельзя. И выгоняют вот уже с мостикой сюда. Ну, здесь, в принципе, немного, но они все-таки присутствуют. На прогулке по такому шикарному месту, каким сейчас является Кипарисовое озеро. Также здесь есть разнообразные беседочки. В одну из них мы впереди видим, сидят люди, отдыхают. Стоимость беседки 3000 рублей. Здесь есть вот такая вот смотровая площадка с каменечками. Дорожка, чтобы не идти вдоль озера. И отсюда открывается шикарный вид как раз на Кипарисы. Можно сделать очень даже классные фотографии. Вы, Арочка, Кипарисы. Красота! У беседы, кстати, цены разные. Допустим, вот такая большущая будет стоить 4000 рублей на свадьбу целую. Можно также прогуляться между деревьев в лесу. Такие вот моменты со снегом, зеленой травой. Запечатлеть весну для многих регионов. Она выглядит именно так. Ящерки бегают. Шикарно! Ароматы здесь стоят. Плюс масшевелка. Это вообще что-то невероятное. Прекрасное и классное. В общем, если есть возможность, советую всем. Так, надо куда-то выбираться. А то я сейчас уйду в леса. А мои девочки меня потеряют. Помимо того, что люди рискуют своей жизнью, они еще уходят на лед и долбят его. Ну, представьте, здесь вот намочить ноги будет вообще печально. Ну, Барис, как говорится, делал благородное. Под присмотром родителей. Почему бы нет, я свою не пустил. Проверка на прочность льда. Не боишься ходить по льду? А вдруг провалишься? Нет, не провалишься. Тебе именно повезет, да? Да. Страх для слабых. Я с тобой согласен. Вот так вот камушки летают. Я бы все-таки не рискнул прогуляться по льду, потому что не хочется замочить ноги. Так, ребятки, мне это место больше всего нравится. Здесь видно кипарисы и туда вправо. И мужиков тянет ко льду. А, они ноги чистят от грязи, по которой прошли. Вот здесь видно, что лед уже подтаивает. А! Слушай, тут по грязи, наверное, лучше не ходить. Лучше обойти. Риск усиливается. Ребята, прям отчаянные. Нам чуть-чуть, кстати, осталось, чтобы дойти. Доки Парисов, мои девочки, уже самое интересное, что там. Я пока тут на телефонной звонке отвечал. Водички сейчас гораздо меньше, чем было раньше. И поэтому мы можем спокойно с вами обходить более коротким маршрутом. А представьте, что когда было закрыто прям большое количество воды, люди ходили вон там поверху. То есть сейчас не хватает минимум метра два. А то, наверное, и два с половиной уровня воды, чтобы и кипарисы закрыло. Надеюсь, что к летнему периоду как раз-таки начнет все таять и водичка соберется. Единственное, о чем хочется попросить, о чем постоянно здесь работает звуковое оповещение, не ходите по корням кипарисов. Это дыхательные их органы. И представьте, что вам кто-то по легким топчется. Со стороны, глазками, наблюдайте, получайте удовольствие. Но ни в коем случае не по корням. От души, прошу вас. Можно даже между ними аккуратно походить, но не наступая на корни. Когда на кипарисовом озере сходит вода, вот вижу здесь тоже вот такие вот корневища растений. И у меня вопрос к старожим. Может быть, это тоже были кипарисы? Может быть, их было больше? Видите, такие пни большущие торчат. Поэтому, если у вас есть информация, может быть, старые фотографии, буду вам за нее или за фото благодарен. И здесь также можно увидеть, что стоят мусорки. Чистенько. Это самое главное в таких путешествиях. Когда приходишь в места силы, они чистые. Мы приближаемся своим. Я тоже дал наказ, чтобы они не наступали. Вот, послушайте, как это звучит. Уважаемые гости из экопарка Долина Сухого. Болотные кипарисы. Это особо охраняемая территория Краснодарского края. Причинение вреда деревьям обернется для вас крупным штрафом. Залезать на ветки кипарисов категорически запрещено. А также наступать на их корни. Вот то, о чем говорил. Это их легкие. Посмотреть, какие они монументальные. Сейчас они без листиков стоят. Такие иголочки, елочки. Многим, когда я рассказал о том, что они листопадные, стало даже таким, знаете, открытием. Говорит, да ну ладно. То есть они стоят зеленые. Потом рыжеют, краснеют. И вот эти вот веточки их не опадают. Будьте водительны и аккуратны. Вот мой мини-блогер. Ты не наступаешь на корни? Вот, следит, чтобы аккуратно походить между ними. Тысяча раз я уже здесь был и плавал зимой. Даже между кипарисов есть такой хайповый ролик. У меня вместе с Артурчиком мы занырнули. Плывут такие люди в шапках, на катамаранах вокруг. И в шоке. Вот даже кипарисы со снегом. Тоже очень красиво. Вместо силы. Я не знаю, постоянно сюда приходишь, как-то набираешься эмоций, позитива. И вот эта вот дорога, которую преодолеваешь, она даже не кажется такой прям трудной. Потому что вот такие виды. Фантастика. Пишите обязательно, бывали ли вы здесь, видели ли вы эту красоту. У меня есть дофига видеосюжетов, снятых с квадрокоптера. Я, знаете, почему не публикую кадры? Потому что как бы этими видами ты показываешь красивые места с высоты, и показываешь уязвимость этих мест. Поверьте, укра-нацисты, фашисты с удовольствием используют этих. Апантоваться. Что-то у меня за 8 лет скопилось более там нескольких тысяч видео о разных красивых местах Анапы, Черноморского побережья Крыма. Я думаю, не стоит. Если попросили пока не снимать и не полить все это, то, наверное, не стоит этого делать. И даже консервы выкладывать. Тем более старьем своих подписчиков кормить. Это, наверное, неуважение к вам было бы. Ну и в любом случае, это предпосылки к риску для жизни тех туристов, которые к нам поедут отдыхать. Потому что светишь те места, которые очень опасно показывать, чтобы люди, которые замыслили плохое, могли прийти и использовать против вас. Как тебе здесь? Понравилось? Очень. Вот так. Не пожалела, что пришла? Нет. А кому ты звонишь? Насте. Насте. Все, ты пошла домой? Пока. Эй, я вообще тут даже загадала. Какое? А не скажу. А ну покажи свои красненькие щечки. Подожди, стой, щечки покажи, Даша. Давайте вместе с вами еще попробуем поснимать красивые кадры, чтобы вы насладились на больших экранах 4К с этим всеми форматами. То, что вот именно корни, именно вот легкие смотрятся, наверное, самые завораживающие. Конечно, и стволы вот эти вот неимоверно красиво выглядят сами. Но корневая система создает такой как раз таки сказочный лес, к которому хочется приезжать. Я тебе хочу сказать, что здесь земельку так-то вымывало, потому что корни токсина не торчали бы. Ее побольше. Может быть, даже стоило бы подсыпать ее. В общем, фантастика. Сегодняшняя прогулка, конечно, мне доставляет удовольствие в плане того, что идешь, не знаешь, какая погода будет дальше. То тебе кажется, что солнце светит, то тебе кажется, что наоборот как-то холодно становится. Снимаю шапку, одеваю шапку. В общем, друзья мои. Ну, еще раз говорю, что для меня это, ну, прям, нереальное место силы. Вот видите, как лодками бьют стволы кипарисов, сдирая с них кожуром. Обильно, что так происходит. Видите, люди даже не понимают, как делают больно этим деревьям. Очень жалко. Вот здесь, видите, вот как раз таки корни, вот для этих деревьев больше земли, они больше засыпаны. Все равно там тук-тук немножечко вылазят. В общем, я вам от души советую это место для прогулок, для того, чтобы подышать, насладиться видами, побывать в каком-то месте, красивом в Анапе. Потому что часто люди спрашивают, а где у вас интересные, классные места? Да, да, они все рядышком. Было бы желание погулять в вас и все, как говорится, в ваших руках. Мне, по крайней мере, сегодняшняя прогулка семье очень понравилась. И я рад, что даже доча сказала, что ей зашло. Красота. Все, чай, бутербродик сейчас. И можно нам отправляться домой. Узнаем, как бы, как у кого, какие эмоции, кому понравилось, кому нет. Что вы видели. Фантастика. Мы выходим, шикарная тоже фотозона, озеро. И есть такие моменты, в которые можно сфотографировать его, чтобы попали кипарисы. Прям в букву О. Даша решила сфоткаться. Давай, солнце мое. Катамаранчики, которые спят и ждут своей очереди в летний период. С торговых точек, видите, здесь закрыто не работает. Здесь ребята пошли фоткаться и пытались выйти на пирс, ругаются, что нельзя выходить. Ругань, конечно, блин, вообще в тему. Да, вон, смотри, есть кофе, глинтвейн. Что, пацаны, простите. Вот так вот. Пока я там заказал кофе, Дашуня пошла на площадку. Здесь покататься. Видите, тоже есть небольшие аттракциончики для детей. Что же хорошо. И так заработает сувенирная лавка, в которой можно разнообразные развлечения прикупить. И вот, смотрите, приезжает машинка по 50 рублей, набитая полностью людьми. Так что, довольно-таки популярно. И сейчас, под вечер, людей становится все больше. Шумят, галдят. Вот они, туристы, побежали. И сразу все ожило. Прям летняя атмосфера. Класс. Пока лазил, короче, по кустам, снимал для вас контент, раздрал в руку. Такое тоже бывает. Ну, и кофеечек. Ваше старое. Втурочки сварены. Вкусненько. Ребята, я прям очень удивлен количеству людей. То есть, они все больше и больше и больше под вечер подходят. Вот так вот. Все. Купили золото. Бриллианты на 50 рублей. Два часа ходила, там, стонала, стонала, выбирала. Есть все девочки, да? Я надеюсь, что прогулочка удалась. Вы получили максимум удовольствия от этого видео. Заслуживаем комментарий, репост. Ну, а если есть возможность, поддержите НСУ наших солдат. Будем вам благодарны от души. Не обязательно даже через меня огромное количество групп помощи. Находите их, общайтесь, участвуйте. Можно финансово, можно просто своими руками. В каждом городе практически они присутствуют. Будьте открыты, добрый сердцем. Надо мобилизоваться, иначе нас сомнут и не заметят. Против нас весь мир. А мы можем вместе с вами, находясь даже в таких вот прекрасных видеосюжетах, дарить радость и счастье нашим ребятам, которые рискуют жизнью и отдают ее за то, чтобы мы жили с вами под мирным небом. От души с вами был Юрий Азаровский с великолепнейшего места в городе Курхтянапа, которое зовется Кипарисовым озером. Всем до следующего видео. Не прощаемся. Люблю, обнял, сердце прижал. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова